Всем привет! У меня сегодня новое видео, и это видео-тег. Это не парфюмерный тег, это косметический тег. Я в последнее время очень мало косметики покупаю, просто из всех релизов, которые есть, не скажу, что меня там что-то очень сильно интересует. Единственное, что вот в последнее время заинтересовало, это коллекция новая, летняя коллекция от Dior. Очень красивые там палетки, красивые хайлайтеры, но такие оттенки у меня уже есть по сто раз в коллекции повторяющиеся, поэтому не знаю, не знаю, но все-таки посмотреть очень-очень приятно на эту коллекцию, классно она сделана. Поэтому давайте вернусь в русло косметики с тегом. Тег этот от Ellie Glynds, тег этот был на английском, я перевела все вопросы. Если вам хочется ответить на этот тег, вы можете мне всегда оставить ответ внизу, либо если у вас есть свой канал, вы хотите сделать свою версию тега, вы можете взять эти мои переведенные вопросы, вам не нужно самой переводить ничего. Я оставлю ссылочку на видео Ellie и также оставлю все-все-все вопросы на английском и на русском тоже, на моем переводе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отвечайте на вопросы, мне очень интересно. Активируйте этот долбанный колокольчик, потому что с каждым днем все хуже и хуже с оповещениями, ребята. Я не знаю, что делать, но как есть. Давайте начинать, потому что много всего. Первый вопрос. И вообще тег называется 21 вопрос косметического издания. 21 вопрос. Первый вопрос. Какой самый старый косметический продукт в твоей коллекции? Тут даже вообще без вариантов. Не конкретно эта баночка, но что-то из метеоритов. Это баночка для старых динозавров, каким являюсь я тоже, вы, наверное, ее знаете. Это метеориты в старой версии. Здесь еще 33 грамма продукта. И это называется 03 Beige Chic. Beige Chic. У меня таких баночек было три, это третья. Естественно, две предыдущих я использовала. Я очень-очень люблю эти метеориты. Я сейчас вам покажу, как они выглядят. Потом эти все баночки перетасовали, немножечко их переделали. В общем, сейчас немного другие, конечно, оттенки. Но вот эти вот шарики, они вот так вот выглядят. Супер-супер классные. Кстати, тем волнующимся по поводу срока годности, это, ребята, пудровый продукт. С ними ничего не будет. Я иногда даже вижу метеориты, которые были еще задолго до вот этих, которые были монохром. Фиолетовенькие, зеленые, белые, желтые, розовые. Люди их покупают и используют, потому что это пудра. Она практически, не скажу вечная, но для того, чтобы пудра испортилась, я не знаю, что нужно, чтобы случилось. Что-то купила недавно, недавняя косметическая покупка. Ох, это круто, ребята, это круто. Я неровно дышу к странного цвета блеском для губ. И вот такой вот блеск для губ от Pat McGrath, который у нас называется Astral Moonflower. Он такой вот синий, с миллиардом фиолетовых, синих, розоватых блесков. Я к таким блескам дышу неровно еще с того времени, как Dior делал блески в таких вот, в невысоких, без вот этой вот шайбочки, которая сейчас. Еще старые-старые блески от Dior. Слушайте, лет, наверное, 16-17 назад. До хрена времени. Назад в какой-то из коллекций летних у них вышел блеск совершенно матовый, прозрачный, но матовый, без блестяшек. Он вышел у них в зеленом цвете и в синем цвете. Я купила оба совершенно шикарные, полупрозрачные, но цвет был виден, очень-очень красивая. Потом у них вышла такая же коллекция, но только эти оттенки были с шиммером, и они были в тюбиках. Я их тоже купила. Потом вышел синий блеск, полупрозрачный, без шиммерок у Герлен из коллекции Эмилио Пуччи. Вторая коллекция Эмилио Пуччи, Герлен. Там еще были метеориты. В общем, я люблю подобные вот оттенки. Люблю. В общем, короче, вот. Очень классно смотрится, и на губах тоже очень красиво. Это моя последняя, одна из последних. Почему я говорю, что одна из последних? Потому что я еще кое-что купила, но пока это мне еще не пришло. И, кстати говоря, если кому интересно, на сайте Пятмаград до сих пор есть скидки. Правда, я покупала этот блеск за 13 евро, и сейчас он по какой-то причине стоит 19. Далее. Какой тренд в макияже ты любила, но сейчас ненавидишь? Ну, ненавидишь, любила, это такие, знаете, очень сильные слова. Не люблю я их употреблять, особенно, когда это касается косметики. Просто не так часто использую, как я это делала раньше. Но особо я никогда не любила кремовые текстуры для лица. И, в общем-то, то, что касается тональных средств. Например, вот у меня есть тональное средство от L'Oreal. Я редко им пользуюсь. Но самая такая вещь, которую я уже давно-давно-давно не покупаю и просто хочу использовать то, что есть, у меня осталось несколько. Это вот такие вот кремовые тени. Конкретно эти кремовые тени, это у меня тени от Givenchy. Называются они Ombre Couture, и это номер 9. Brune Kashmir. Очень красивый оттенок. Все с ним круто. Ну, просто, я не знаю, просто вот не тянется у меня рука. Нога и все остальные части тела к таким продуктам. Я название ставлю внизу всех продуктов, которые буду показывать, если вам это интересно. Какой тренд в макияже? Ненавидела, но сейчас любишь. Опять же, очень сильные слова. Ненавидишь, любишь. Дело в том, что я никогда особо не любила карандаши для губ. Но они у меня есть. Они у меня есть. Поэтому сейчас я их использую просто для того, чтобы их использовать. Например, сегодня у меня нет никакого карандаша для губ. Да и вообще, у меня карандашей для губ очень-очень мало. У меня вот такой вот номер 706 красный от Kiko. Очень красивый. Который затачивающийся. Второй у меня 705 от Kiko. Тоже затачивающийся. Тоже очень классный. Еще один у меня от Kiko, который автоматический номер 01 из коллекции Сицилийские ноты. Он вообще супер-дупер классный. Один у меня совершенно прозрачный. Нет смысла даже его показывать. От Essence. Он просто как силикон. И от Charlotte Tilbury у меня Lip Cheat в оттенке Pillow Talk. И в общем, вот я его сделаю здесь с Kiko рядом. Я вам хочу сказать абсолютно честно, что карандаш Kiko, он бьет просто шах и мат Charlotte Tilbury по всем фронтам, ребята. По всем. Далее. Какой твой любимый этап в процессе нанесения макияжа? Я люблю вообще краситься, поэтому все люблю. Абсолютно люблю все. Самый первый продукт, который ты когда-либо использовала в макияже. Скорее всего, это была какая-то бледненькая, розовенькая, скорее всего, очень шиммерная помада. Без какого продукта не можешь жить? Опять же, очень сильные слова, не можешь жить. Я уверена, что без косметики жить можно абсолютно нормально, хорошо и счастливо. Но, тем не менее, если мы говорим о косметической жизни, косметическую жизнь свою, я не представляю без продукта для бровей. Кстати, вот один из, тоже из новых, что я купила, это продукты для бровей от Hourglass. Это называется Arch Brow Shaping Gel. У меня оттенок Clear, наверное, вы нихера не увидите. В любом случае, я оставлю все внизу с номерами и с названиями. Он безцветный, просто бесцветный гель для бровей, который с такой вот интересной щеткой. Вот. Без геля для бровей не представляю, потому что у меня брови иначе без геля будут в разные стороны. Это будет ужасно. Еще один вопрос. Что побудило в тебе любовь к макияжу? Мне нравятся цвета. Я люблю цвета. Поэтому, если я могу себя накрасить разными цветами, мне это нравится. Вот. Ответ. Нет. Но действительно так. Я просто люблю цветастость. Худший макияж, который ты когда-либо делала? Нет. Ну, скорее всего, конечно же, это было. не то, что худший макияж я взяла и намеренно это сделала, потому что я бы этого не сделала. Ну, были, конечно, промахи, что же тут говорить. Не по моей вине самый ужасный промах, который у меня был, это когда я купила тушь от Lumine. Это было очень давно, очень давно. И это важно. Важно знать, что 20 лет назад техники и текстуры и производство было не такое, как сейчас. Кажется, что 20 лет, это что? Это разве срок? Это огромный срок. Ребята, в макияжном, в косметической индустрии, в парфюмерной это огромный срок. Поэтому, когда я купила тушь от Lumine, она была еще в синей упаковке, там у них вот эти, вот их самые старые упаковки, я ею накрасилась, одела, это было осенью, а Финляндия-то осенью, дождь, каждый день практически. И, в общем, я иду такая, знаете, иду, иду, и я смотрю, что на меня смотрят люди. Думаю, красотка же, да? Хрен там. Я потом посмотрела на себя в зеркало, там вот такая вот панда шла по улице. Но нужно отдать должное, знаете, финны, это такие люди, которые не будут никогда говорить, типа вот у тебя там размазалось, вот это ужасно, да? Во-первых, никому нет дела, других людей, и это приятно. Во-вторых, может быть, ты так и задумывала, может быть, ты хочешь, чтобы ощущение было, как будто бы ты панда, ну, вот, так что, не по моей вине был промах, но он был. любимый предмет макияжа уровня драгстор, масс-маркета. Любимый предмет, о котором я без устали говорю, ребята, без устали, и он действительно супер-классный, и я не понимаю, почему так мало людей о нем говорит. Это вот, это вот, Essence, Make Me Brow. Это гель для бровей, Make Me Brow, вот так вот он выглядит, он замечательный, он с фибрами, он вам расчесывает брови, дает вам цвет, дает вам наполнение, если вам оно нужно. У меня это оттенок 0.1, и называется это Blondie Brow. Я не знаю, сколько, сколько этих штук у меня было. Наверное, 10, наверное. Какое-то время назад они просто как-то исчезли из продажи, я подумала, сняли, да, и начала лихорадочно искать в других брендах, но я, конечно же, нашла, и у меня и сейчас есть, и Benefit, который мы все знаем и любим, что это просто звери в том, что касается продуктов для бровей, и другие разные бренды, и Kiko, и Catrice, и что у меня еще есть. Colistar у меня еще был и Saint Laurent, кстати, замечательная хрень для бровей у Yves Saint Laurent, но вот это, если мы говорим о драгстор, о недорогих продуктах, это супер. Любимый макияж, который ты когда-либо делала. Вот знаете, мне нравится много, много всяких макияжей на мне, я почему-то люблю очень холодные тона на мне. Чисто теоретически мне должны идти немного больше теплые тона, просто из-за контраста оттенков, но я очень люблю холодные. Вот, ну, и еще, вне зависимости от того, холодный или теплый макияж, я люблю еще макияжи с яркими губами, с красными, например. Не обязательно красные, это может быть какая-то яркая фиолетовая помада, лиловая помада, оранжевая, розовая, яркая, ну, вот, именно, чтобы губы были видны. Любимый продукт дорогой из макияжа, ну, и перевод, это я переводила, это, это я просто переводила на скорую руку, вот. В общем, любимый предмет дорогой из дорогих это метеориты. Ребята, я люблю метеориты, я из тех людей, кто адепт метеоритов, я верю, я вижу, что они делают что-то на коже, и я метеоритами всегда завершаю свой макияж, иначе как бы, как бы я использовала столько банок этих метеоритов. Более того, я к метеоритам всегда отношусь, я сейчас вам эти покажу, это у нас номер 0 2, и это у нас стенд беж, так вот, к метеоритам я отношусь всегда с точки зрения потребительской, для меня это предмет макияжа, для меня это не предмет воздыхания, и если, например, в метеоритах есть какой-то шарик, который мне не нравится, например, он слишком розовый или слишком красный, я его просто беру и безжалостно вытаскиваю, не один шарик, а все шарики этого цвета, складываю в банку, у меня даже есть отдельная банка, я ее так и называю, банка позора, тоже вот такая вот метеоритная банка от розовых метеоритов, которые были здесь, от классических, от классических, она была розового такого вот цвета, так вот, в этой банке позора у меня живут всякие розовые, красные, вот эти вот шарики, которыми я не пользуюсь, то есть я не боюсь нарушить целостность продукта, для того, чтобы этот продукт работал для меня, я не буду использовать этот продукт упорно, и буду видеть, что цвет не мой, но продукт же крутой, я буду его использовать, нет, я не из тех людей, вот, поэтому метеориты, да, метеориты люблю очень, они мне нравятся, я их, я их обожаю, и, кстати, мне очень нравятся еще старые рекламы от метеоритов, вы просто можете зайти в гугл, погуглить старые рекламы метеоритов, насколько это было красиво, вот, далее, что покупаешь вновь и вновь из косметики, слушайте, вновь и вновь у меня много всего, вновь и вновь я покупаю лаки, лаки, обычные ребята, лаки, вот, кстати, это тот лак, который сегодня на мне, он кажется таким, таким ярко-розовым, такое есть, такое есть, это Power Pro от Kiko, номер 25, хороший лак, очень красивый, кстати, я очень часто слышу, не то, что критику, но такой укол в сторону, да, какого хрена вот в наш, в нашем веке мы еще используем обычные лаки для ногтей, а почему нет, почему нет, почему я должна делать наращивание, если у меня свои ногти нормальные, я их могу отрастить до любой длины, которой хочу, я, вы, вы, кстати, часто видите у меня длинные ногти, потом раз, я их обрезаю, просто они мне надоедают, то есть, зачем человеку, который может отрастить свои ногти, у которого свои ногти нормальные, которые любят, самое главное, менять лак, по крайней мере, один раз, два раза, три раза в неделю, а я меняю лак минимум три раза в неделю, зачем мне наращивать, делать гелевые лаки или что-то такое, зачем, мне нравятся обычные лаки, я их покупаю, и у меня их очень много, я их люблю, еще что покупаю, я еще покупаю тени, у меня их до хрена, но я их все равно покупаю, и я покупаю красные помады, сколько нам нужно красных помад, я их все равно покупаю, конкретно вот эту я взяла, просто чтобы вам показать, такая вот очень красивая помада от Revlon, и она называется Really Red, очень красная, реально красная, номер 006, это матовая серия, сейчас я вам сделаю сводчик, так уж и быть, кстати, она смахивает чем-то на Russian Red от MAC, следующий вопрос, следующий вопрос, какое твое самое раннее воспоминание о макияже, ну, наверное, как у всех, когда мама красилась, вот, да, где больше всего любишь покупать косметик, ой, ребят, везде, везде, но я больше люблю, и это не только как касается косметики, иметь какую-то выгоду при покупке, то есть, какая-нибудь скидка, даже если она очень маленькая, я, я не знаю, когда я покупала последний раз косметику по полной цене, это, я не знаю, что должно случиться, чтобы я купила косметику по полной цене, поэтому покупаю там, где выгоднее, если я, например, вижу, что в обычном в драгсторе, то есть, в хозяйственном магазине, где продаются такие бренды, как Rimmel, L'Oreal, Maybelline, тушь, например, стоит 5 евро, я ее не пойду покупать в парфюмерке, где она стоит 15, то есть, просто ищу там, где на тот момент именно этот продукт дешевле, а бывает так, что я хочу помаду, и в той же самой парфюмерке она, например, по скидке она стоит 8, а в том же самом драгсторе она не по скидке стоит 10, я, конечно же, куплю ее в парфюмерке, то есть, просто там, где выгодно, а так, я онлайн, офлайн, в любых тоже магазинах, то есть, вот, в магазинах, в магазинах, ребята, онлайн или офлайн, самый недооцененный косметический продукт, который у тебя есть, я не уверена, что это недооцененный, я просто слышу, я знаю, что многие люди очень, не то, что негативно, но мало, не так часто, не так интересно рассказывают об этих продуктах, хотя, на мой взгляд, эти продукты очень-очень крутые, это помады от L'Oreal, Color Rich, их вот эта вот классическая линия, самая, самая обычная, классическая их помада, конкретно это у меня номер 640 Erotique, она нереально красивая, она супер-классная, 640, и я сейчас вам ее покажу, очень многие ругают, что помады пахнут, вот она здесь, она супер-классно выглядит, ребята, супер-супер-классно, многие очень ругают, что вот расшатанные вот помады, что вот немного она там об стеночку бьется, ну, ребят, ну, это такие глупости, это такие мелочи, какая разница, если вы можете купить за хорошую цену, замечательную, качественную, крутую помаду, ну, будет она немножко там вот так вот биться, ну, какая разница, если цвет вам будет идти, я на это вообще не обращаю внимания, кстати, уже давайте до купы, до купы я вам покажу вот то, чем я накрашена, сюда, сюда, вот, это у меня Нарс, и это у меня Ксенон, и это у меня Velvet Lip Glide, это нереально, нереально крутой блеск для губ, сейчас я его добавлю, у него особенность, он он самораспределяющийся, ребята, вы его нанесли, и он сам расползся по губам так, как надо, и так, куда надо, супер классная вещь, следующий продукт, о котором буду говорить в ответе на вопрос, самый переоцененный косметический продукт, который у тебя есть, ну, здесь у меня даже нет никаких сомнений, ребята, это помада Chanel, я не знаю, повезло ли мне так, или это всегда так, желание больше покупать ее не пришло, конечно, цвет, цвет, это помада в цвете нуар, подождите, нуар, ружнуар, да, ружнуар, так вот она выглядит, и она выглядит неплохо, иначе я бы ее не купила, она неплохо выглядит, но, ребята, она на губах смотрится ужасно, вам стоит просто несколько раз открыть, закрыть рот или что-то сказать, там, три фразы, у вас это все съедет, разъедется даже, даже с карандашом, какое-то у меня было видео, в котором я в этой помаде, и для того, чтобы снять это видео, я губы красила полчаса, я сначала обводила контур, потом помаду, потом что-то я там, что-то я там сделала, то ли я разговаривала, то ли что-то, я смотрю, у меня это все вот так вот вылезло, а я тот человек, который наносит красную помаду без карандаша, четко и ровно, понимаете, то есть, вот эта вот хрень, я ее просто держу, вот чисто для вот таких вот видео, чтобы просто показать, мне в ней все нравится, мне нравится в ней футляр, это все красиво, вот это вот, вот это вот такая штука, которая открывается, кстати, это потом Кико это все тоже переняли, ну, не только Кико, очень много всяких брендов, это все очень красиво, дорого, богато, действительно классно, я ее купила себе на день рождения пару лет назад, но я использовала ее полтора раза, вот, и другие, другие помады, хотя у них есть очень красивые оттенки, у меня не сложилось впечатление, что, во-первых, она мне нужна, во-вторых, я подумала, что, блин, она стоит 40 евро, за 40 евро я куплю хороших, средних по цене помады две, вот, два мак купить можно, с ними вообще никаких нет проблем у меня, какой продукт, который больше не производится, ты бы хотела, чтобы его производили, слушайте, ребята, здесь однозначный тоже ответ, и я горжусь тем, что я использовала целый хайлайтер, хайлайтер, это, это не, нелегко, но я это сделала, от Estée Lauder, я знаю, что Estée Lauder это не такой бренд, о котором сейчас все очень ярко и много и часто говорят, но Estée Lauder у них, у них очень классные, инновационные, инновативные техники, я не оговариваюсь, опять же, когда мне было намного меньше лет, лет это наверное было где-то 20 лет назад, может быть 18, они тогда уже выпускали запеченное желе, запеченные вот эти вот всякие запеченные хайлайтеры, запеченные тени, запеченные пудры, они тогда это уже делали и один из хайлайтеров, которых у меня было два, у меня он был розовый и песочный, он чем-то напоминает сейчас вот эти вот шиммер брики от Бобби Браун, но которые не просто полосочками, если вы знаете, о чем я говорю, просто погуглите, а которые сделаны такими-такими маленькими квадратиками, вот у Estee Lauder у них были вот такие вот квадратиками, розовый с градиентом и вот этот вот песочный, этот розовый я использовала как хайлайтер и немного как тени, этот песочный я использовала почти исключительно как тени и немного как румяна, вот это были два замечательных продукта, я бы очень хотела, чтобы их сделали, я считаю, что у Estee Lauder ходят такие легенды, что все-таки это косметика для взрослых дам, она не очень она нравится молодым, но понятно, они что-то там пытаются сделать какой-то более привлекательный дизайн, что-то пытаются какие-то там цвета сделать интересные, но в качестве привлекательного бренда для молодежи, либо для, даже не для молодежи, а для таких людей, как я, я уже не молодежь, я не считаю, что это привлекательный бренд, то есть если я иду в магазин, я не иду первым делом к стенду Estee Lauder, я первым делом иду к стенду например Chanel, Tior, люблю ходить к стенду например, Anastasia, в общем такое, даже та же Sephora, Clarence, а уже потом к ним, а уже потом к ним, но это не умаляет того факта, что в качестве текстур, вот именно в качестве запеченных текстур, они были одними из первых на рынке, и потом как-то все это затихло, и потом когда эти запеченности опять вошли в моду, все магическим образом забыли о том, кто был первый, а ведь они были первые, и потом пошла вот эта вся мода на запеченке, и я подумала, блин, ну люди, ну это ведь неправильно, они же были первыми, и у них были крутые, классные продукты, поэтому вот их бы я очень хотела назад. где черпаешь вдохновение для макияжа? Ребят, я не знаю, мне кажется, это просто, оно просто есть, хочется накраситься, не знаю чем, открываю палетку, вот я просто взяла вот эту палетку, чтобы вам просто показать, это палетка от Наташи Динона, я ей сегодня накрашена, смотрю на эту палетку, и да, хочу накраситься ею, и крашусь, оно как-то само приходит, вдохновение, я ничего специально не смотрю. Чего ты надеешься будет меньше в макияже в будущем, и чего надеешься будет больше? Это последние два вопроса, я отвечу на них вместе. Я надеюсь, что будет, конечно, больше инклюзивности, это хорошо, когда любому человеку можно без труда найти цвет помады, который нравится, цвет румян, который нравится, например, оранжевых румян очень-очень мало, мне бы хотелось, чтобы они были, я бы их носила, я бы хотела, чтобы были тональные оттенки более светлые, тональные оттенки более темные для всех, для всех людей, чтобы можно было не думать, что, блин, мне надо опять что-то смешивать, или покупать отдельный пигмент, или идти наоборот в какую-то именно косметику для визажистов, чтобы только там, вот только там я могу найти свой оттенок, это неправильно, мне кажется, эти оттенки, они должны быть в широком ассортименте везде, но чего меньше, я не знаю, нет никаких таких трендов, которые мне бы не нравились, на самом деле, каждый делает все, что хочет, в макияже, это всего лишь макияж, это всегда можно смыть каких-то трендов, которые там совсем, это какой-то ужас, нет, я такого не вижу, я думаю, что креативность, как бы она ни проявлялась, это всегда хорошая вещь, кому-то может нравится, кому-то может не нравится, но не всем, не всем искусство нравится, не всем нравятся вещи, которые мы делаем, поэтому лучше проявлять креативность, чем ее не проявлять, и если у вас случился какой-то флоп, косметика плохо легла, или вы плохо накрасились, либо вы плохо там что-то сделали, вы не переживайте по этому поводу, вы всегда можете отмыть это все, это всего лишь косметика, это всего лишь макияж, это неважная вещь в жизни. На этом все, я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, очень желаю услышать ваши ответы на эти вопросы, я надеюсь, надеюсь, что это было хоть немного информативно, если вы также, также ярко и пассионарно думаете о хайлайтерах и о запеченках Estee Lauder, напишите мне, мне будет очень интересно узнать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok